10 апреля в Электрогорске состоялся 15-й ежегодный открытый турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России, почетного жителя города Альберта Михайловича Исаева. География бойцов собрала 8 городов. Электрогорск, Мытищи, Балашиха, Ногинск, Электросталь, Красный Электрик, Большое Буньково, Сергеев Посад. Всего за право стать лучшими сражались более 60 спортсменов. Я очень рад, что этот 15-й фестиваль по традиции проходит на территории нашего городского округа Электрогорск. Мы очень рады, что после долгих ограничений мы наконец-то можем провести этот фестиваль. Я очень рад поздравить вас с этим и хочу пожелать вам всем удачи. Несмотря на то, что кто-то может победить, кто-то займет призовые места, кто-то какие-то другие, это не важно. Главное, что все вы в этом участвуете, важно ваше здоровье, благополучие, удача. И поэтому все-таки пусть победит сильнейший. Спасибо. Греко-римская борьба в нашем городе в особом почете. Она дает возможность ребятам становиться сильными и самостоятельными. Ребята, вы занимаетесь непростым видом спорта, да, где нужно трудиться. И если даже вы где-то проиграете, да, надо работать над своими ошибками. Прежде всего хочу вам пожелать, конечно, здоровья, дальнейших успехов в вашем нелегком, как говорится, труде, да. Самое главное – понимание родителей к тренеру и к вам. Память заслуженного тренера Альберта Исаева почтили минуты молчания. Турнир имеет особое значение для каждого борца. Для тренеров это возможность пообщаться, обменяться опытом, для ребят – посостязаться с соперниками из других регионов. Немалую помощь в проведении турнира оказали волонтеры. Они сопровождали борцов в раздевалке, угощали чаем и поддерживали. За ходом боев следили профессиональные рефери международного класса. Соперники, конечно, претендуют на призовые места, но сегодня оказался сильнее. Места распределились следующим образом. На высшую ступень пьедестала поднимались Тимофей Чучков, Овсе Пазатян, Максим Потягаев, Михаил Абдурахманов. Второе место у Абдулла Саторова – Ивана Панькина. Третье место – Михаил Старченко, Максим Иванов. Лучшим судьей турнира признан Вадим Альбертович Исаев. Приз за лучшую технику получил Тимофей Чучков. Также приз за волю к победе получил Кирилл Лагутин. Поздравляем спортсменов и желаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе и спорте. 11 апреля учитель физической культуры школы 16 Андрей Картуненков участвовал в турнире, посвященном Дню космонавтики. Турнир проходил в Москве. Участвовали сильнейшие спортсмены Москвы и Московской области. По итоговым выступлениям он занял второе место в упорной борьбе, проиграв только чемпиону мира среди юниоров. Поздравляем! Вы отличный пример спортивного упорства, выносливости и воли к победе. 11 апреля в Санкт-Петербурге прошел всероссийский этап Кубка Российского танцевального союза «Русский стиль-2021». Анна Тикунова и Егор Исайкин, представляющие клуб «Данс-Холл» города «Электросталь». Тренеры Александр Абрамов и Ирина Гундова стали победителями турнира в категории «Юниоры-2» 14-15 лет. Европейская программа танцев. Поздравляем ребят с очередной победой и желаем дальнейших успехов!